Ох, блин! Была я бультикой, плясала, опа, но мне всегда мешала большая гордость. Горькость! Я пела веселиво, останусь, глядя, а люди говорили, что знала, давай, 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 давай. Вчера я танцевала с Даганой, Василия Кобинелла, в надеяло. Да, 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 да. Мой папа делал купли и спинопласта, я дур вышла за руч до Киев, до Голка! Доктора вызывали? О, Антоша, доктор Пупсик, о, ангел дивный мой, Пупсик, ты на небо земной. Пупсик, пройди мне, Пупсик, тебе мой свет, с тростей и секрет. Пупсик, еще хоть только раз, Пупсик, дай мне блаженство час. Пупсик, уводимый Пупсик, горю огнем, мы теперь с тобой вдвоем. Доктор, спасите меня. Ммм, наш господин, я. Доктор, вентиляции нет. Что же делать, доктор? А что делать? Ну, необходимо, крыть вентиляцию, дышать же нечем. Доктор, а правда говоря, что курение, очень вредно для здоровья. Да, девочки. Никотин действует на организм, как один из самых сильных ядов. Доктор, давайте остановите меня. Ну, у вас величина печени, я советую меня заблудрить, дайте копить. Доктор, а у меня величина сердца. Прекрасно, но не величина. Да, волосами, потому что жалоба. Ммм, да. Кашель. Кашель? Нет, 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 не лихорад, просто кашель. Лоское заявление. Просто кашель. Может быть, вы вырисли, что мы лихорадку? Ах, может быть. Вы знаете, у вас всегда есть слез. О! Ну, есть ли у вас? Вы знаете. А вы отдыхайте, девочки. Мы отопьем. Мы устанчиваем. Мы увидим все небо на глазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания, агону в милосердии, которая наполнит собой весь мир. И наша жизнь станет сильной. И наша жизнь станет сильной. Слышною сладкою. А властью я верую, верую. Вы отдохнёй. Вы отдохнёй. В одном из подобных заведений знаменитый художник, передвижный Василий Перов, напомню, он из рукава на трое детей, приженые в сани, помните, и тащат в горы. Сейчас просто, как кажется, усилен. Так вот, Василий Перов, значит, своим педагогом, Егором Василием, вы уже пожилым художником, представьте, в борделе нашли модель для росписи алтаря. А почему? Вы спрашиваете. Я вам отвечу. Значит, по задумке, они должны были написать богоматерь, богоматерь, который простирает руки к небу. Вот, я ангелочек. Но для того, чтобы правильно и точно всё-таки женщину написать, сохраняя все пропорции, всё очень точно написать богоматерь, для этого им нужна была для набросков обнаженная женская натура. То есть, нужна была натурщица, готовая обнажаться полностью. А в Москве, представьте, в то время вообще не было таких натурщиц. То есть, вообще не раздеваться, извините. Натурщики раздевались? Пожалуйста, сколько угодно. Натурщиц нет. Вот, в Петербурге можно договориться. Что делать? Мы очень попытались написать натурщика. Мне не понравилось. И тогда пришла мысль. Они, вам сказать, они были очень интеллигентные, они прям все такие, прям другие руты. И они так стеснялись, долго собирались, пришли они в бордель. И сказали, Надежда, ну, здесь же, ну, все-таки раздеваются, за деньги все. Они поговорили с мамашей. Мамаша ничего не придала, чего от нее хотела. Она сказала, идите туда. И вот они заходят в гостину, и сразу, среди вот всех, кто там находился, им бросились в глаза, то есть, вернее, надо сказать, бросились в глаза сначала ярко-красные, такие пышные волосы. Вот. А потом они подошли, познакомились, и увидели юный совершенно, он очень очаровательный, вот не похожий ни на кого. К этим сангельским речникам, им очень понравилась эта девушка, что-то такое в ней было, не знаю. Вот. Они поговорили с ней, и надо дать должное, она даже не спотеряла, сказала, да, конечно, ну, понимала, что им надо родиться, сейчас будет за деньги, все. И вот она приходит к ним на два сеанса, все проходит хорошо, они все пишут, и на третьем сеансе вдруг она спросила, скажите, пожалуйста, а кого вы с меня рисуете? И ей говорят, матерь-божья. И здесь с ней случилась истерика, она сначала стала побелела, потом стала задыхаться, потом она хлынули слезы, она зарыдала, и сквозь слезы, сквозь рыдания она стала говорить, вы, 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 понимаете, вы, вы с меня, вы хотите с такой, как я, вы вот, вы знаете, откуда вы меня взяли, вы знаете, кто я, вы знаете, что я делаю, вы знаете, что я падшая женщина, вы знаете, что я проклята, я проклята, и вы с такой, как я пишете, бога-матерь, и сама проклятая художника, схватив одежду, в слезах, ей пытались суммы деньги, она схватила деньги, швырнула им в лицо и высточила дверь навсегда из их жизни. Они стали совершенно остеренными и напресятными. Но это нельзя сказать. Через какое-то время, когда Василий Перов уже в поисках модели для своей другой картины, пришел в анатомический театр больницы для бедных, то есть, другим словами, в морг больницы для бедных, то среди предложенных тел молодых женщин он просил, не опознанных молодых, вот он, по-моему, только увидел эти красные волосы, открывает и узнал эту самую девушку, фамилию. Он узнал ее, и узнал, что она, как раз, недавно скончалась скоропостижной от чахотки. И в память этой встречи, большим сожалению и уважением, он написал с нее другую картину, которая называется «Утопленница». Вот, если вам интересно, потом посмотрите в интернете, пока его не отключили. Вот, видите, вот такая вот судьба у него сложилась после смерти, все равно суждено было стать моделью знаменитого художника. Сейчас мы поблагодарим девушек, набираем воздух и следуем за следующий вопрос. Спасибо.